Одна с 10-литровыми ёмистостями заплячима, інша с компактными баллонами. Прибиральщики с початку пандемии кожный день опрацовывают подъезды дамо дезраствором, каб уже хороу было меньше рызыки подхопить там коронавирусную инфекцию. Як на практице проходит такая работа? Назирала Марина Северьянова. Рабочий день у нас начинается с обоработки подъездов с улицы. Это ручная у нас. И домофон протирается. Обрабатывается здесь. В 10-литровых абалонах опая на процовку полутора десятков подъездов. За измену Галине с коллегой треба дезинфиковать свыше 30-ти. Ежедневно у нас обрабатывается лифт. Это перила, стены, потолок. И панель. Сразу же тоже человек идет за мной. Это все протирает. И проходим дальше. Теперь у нас обработка ящиков. Ящики обработаем. И начнем обработку перил. Полова от всех жильево-будовнейших кооперативов и товариства власников Гомеля находится на территории Центрального района. Зараз мы у ЖБК на Галавацкого. Тут такие же санитарные нормы, как и у инших высотках. Каждый день вам приходится тратить много времени на то, чтобы обработать подъезд. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Знали, что вы уже потрутились и можно спокойно. И почтовые ящики открывают, и кнопки в лифте нажимать. Расскажите, из чего состоит ваш день? В общем, работа обычно, как всегда, уборка. Уборка – это влажная уборка, лестничные проемы, лифты, кабины лифта. Но когда уже случилась эта наша пандемия, конечно, начало намного сложнее. Потому что нужно ежедневно обрабатывать средствами. Во всяком случае, первые этажи, кнопки лифта. В лифте самом, ящики почтовые обязательно, дверные ручки. Ну, и все остальное, что на первом этаже находится, обязательно. Жихары дома свою Ганну Михайловну вельми поважают. И за клопот, и за аккуратность, и за веселый характер. Ганна Михайловна – очень положительный человек, очень позитивный. Все идет согласно санитарных нормах. Все обрабатывается этими специальными средствами. Все, это мы ощущаем на себе. Все очень позитивно. С начала года сфера жильево-коммунальной господарки в области на санопроцовку подведомственных территорий и объектов потратила свыше 900 тысяч рублей. С закупкой ДСРОДКов сейчас проблем не возникает. До речи с красавика было закуплено больше 8,5 тысяч литров антисептичных растворов, больше 1000 килограммов сухих порошков и примерно 14 тысяч таблеток. Работниками предприятий жилищно-коммунального хозяйства ежедневно проводится колоссальная работа. Это очень важно во избежание распространения коронавирусной инфекции. Задействовано по Гомельской области порядка 960 человек, в том числе 367 человек в городе Гомеле. А кроме подъезда до сферы отказности жильево-коммунальной господарки, относится опроцовка детячих пляцовок, транспортных припынков и троллейбусов. Передина Севріянова, Сергей Камко, Телерадо, компания Гомель.